Здравствуй, мой дорогой зритель! Тебя приветствует Сантехник, и это отдельный ролик по поводу танковых подстав. Конкретно этот эпизод был в 131 выпуске передачи «Вот уроды», и я хотел бы заострить внимание, что мы видим в этом бою. Ну, во-первых, видим какое-то количество нормальных игроков, и видим игроки какие-то странные с одинаковыми именами, и вот какой-то 5000 с лишним в N8, 5000 с лишним, и это ух ты, какой крутой игрок-то, да? И кучу каких-то валентайнов, у кого-то там лагает сервер, и еще какие-то там. Обратите внимание, что бой уже давно начался, а все еще висит рамка ожидания игроков. О чем это говорит? Ну, давайте порассуждаем, каким образом это получилось. Во-первых, это никакие не боты. То есть, один из игроков, который в этом бою находится, в данном случае это Валентайн с фиолетовой статистикой, который там, который иммунитет, что он сделал? Он на своем компьютере играет в танки. Параллельно он насоздавал целую толпу твинков. Возможно, их было не 17 штук, как в этом бою, а, возможно, было гораздо больше. Парни тут его расстреливают, тут со старта. Ну, в принципе, я их не осуждаю, правильно делаю. Потому что таких, хотя, хотя, вы знаете, я бы, наверное, не расстреливал, я бы, наверное, просто записал бы этот реплей, слил бы его в центр поддержки пользователей, где его сразу бы забанили за такие дела. Значит, смысл в чем? Он насоздавал целую толпу твинков. Инвайт-коды, как бы, у меня под видео часто пробегают, где можно зарегистрировать совершенно новый аккаунт, получить на него, там, 7 дней према и какой-нибудь песочный танчик. Что он, собственно, и делает. После этого он берет, там, ноутбук, там, или второй компьютер, там, или еще несколько компьютеров, там, парочку, например, и при помощи системы Multistart запускает этих твинков одновременно. То есть запускает, там, скажем, 20-30 клиентов. У каждого свой, у каждого клиента игры свой твинк, да. И они, в общем-то, ничего не делают, они не выполняют никакой функции, просто есть такая программка, которая позволяет запустить несколько клиентов игры одновременно на одном компьютере и одновременно нажать кнопку в бой на них. Поэтому они по отчету, даже без всякого отчета, просто по нажатию вот этого товарища с фиолетовой статистикой попадают в один бой с большой вероятностью. Что происходит далее? Далее они просто стоят на респе и нифига не делают. Есть какое-то количество попадает в этот же бой нормальных игроков, вот они тут видно, что они движутся, все остальные валентайны стоят на месте. Далее нормальных игроков он отстреливает в первую очередь, так как он, ну как бы его сложно определить, потому что он на таком же танке, как и остальные такие, не боты даже, а как их еще называют-то, ливеры, вот, которые стоят просто и афыкашат. Посреди вот всей этой ливерки он отстреливает сначала нормальных игроков, которые случайно попали в этот бой, а потом начинает расстреливать ботов. Оттуда у него такая крутая статистика. Зачем он это делает? Для того, чтобы накрутить себе, набить такую статку, чтобы потом гордиться перед пацанами, какой он крутой игрок, а вы все днища конченые, типа в таком роде. Или, возможно, он найдет какого-нибудь дурачка, которому он этот аккаунт потом продаст. Ну, есть такие желающие, которые хотят прикупить себе аккаунт, на котором будет фиолетовая статистика. Ну, почему бы и нет? Он, конечно, ее со временем сольет, но, тем не менее, у него достаточно продолжительное время, будет хорошая остатка, и его никто не будет обзывать раком. Вполне возможно для этого. Но, я уже говорил в передаче, и скажу сейчас, ребята, такие вещи, если кто-то сольет в ЦПП, то всех этих твинков банят просто по КД. А также заодно банят и того самого твинковода, который их создал. Причем банят, как правило, перманентом, то есть без возможности восстановления аккаунта. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы не заниматься такой фигней. Это ничего не произведет хорошего, кроме как вы потратите время, вас все равно забанят, и к тому же вы, ну, скажем так, испортите нервы нормальным игрокам, то есть не дадите им нормально поиграть. Ну, вы просто портите игру таким вот образом. Ни больше, ни меньше. И толку вы никакого от этого не добьетесь. Я думаю, что со временем я, возможно, сделаю какую-то даже рубрику именно по поводу танковых подстав вот такого плана. Ну, пока они не так часто попадаются, к счастью. Ну, надеюсь, что их и не будет так уж много. Раз там несколько месяцев попадается какой-нибудь такой дурачок, который насоздавал целую толпу твинков. Ну, что ж, ребят, на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я думаю, что мы вместе поборемся с этими идиотами. Ну, а пока... Пока.